Жителям московских высоток уже собираются включить квитанции об услугах ЖКХ оплату за установку ПВО на крышах их домов. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает! Лавров заявил, что цели специальной военной операции не выдуманы. Сами сознаемся. Или будем дальше отпираться. Ну! Какие же они у вас цели, дремучие? Установить панциры на крыше Министерства обороны в центре Москвы? Это факты, конечно, безусловно. Я вам приведу другие факты. У нас тут государственная богодельня. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Ты что, больной или ударился? Нет, понятно, что мы подобные заявления комментируем моментально. Ну объясни хоть толком, на каком очке сиди? На разных. Мы уже знаем об этом, что ты там замучиваешь что-то, замукиваешь что-то такое. Сами сознаемся. Или будем дальше отпираться. Ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Просто придумайте новое название для самих себя. Требуется самоидентификация. Я резиновая попа. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин считает, что из школьной программы нужно убрать произведения, которые не выдержали проверку времени. Так что же вы читаете? Робинзона Круза? Эту как ее? Переписку Энгельса с этим, как его дьявола, с Каоцким. Среди них он, в частности, назвал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Политик обвинил писателя, который прошел войну, 8 лет провел в лагерях, был реабилитирован и выслан из СССР, в том, что тот высосал из пальца многие факты и вымарал в грязи свою собственную родину. Когда-то фантаст Брэдбери описал будущее, в котором люди сжигают книги, видя в них источник проблем. И действительно, читающий человек, значит, думающий человек. Это и пытаются искоренить лидеры описанного Брэдбери общества, превращая все происходящее в антиутопию. Я не понимаю, о чем, собственно? И глядя на предложения российских парламентариев, видящих в архипелаге ГУЛАГ Солженицына высосаны из пальца факты, невольно задумываешься, а есть ли будущее у страны, которое запрещает помнить прошлое? Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. Россияне, вы об этом, наверное, мечтали, когда хотели попасть в любимое литературное произведение. По путинскому зомбоящику псевдовоенный эксперт описывает преимущества российской военной доктрины перед американской. Все та же логика. У нас бабы еще нарожают. За Русь усрусь. Мы потери не считаем. Он сказал, что такая большая страна, как Россия, без проблем может себе позволить потерять 10 миллионов человек и потом быстро восстановится. А загнивающий Запад, видите ли, таких больших потерь себе позволить не может, потому что они неженки. Вот только не надо сейчас крайних искать. А вы думали, что у Соловьева бред начался, и он просто так несет чушь о том, что смерти больше нет? Но вообще жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что они избежали? Нет, они не боятся, поэтому они нам и находятся. Но мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения? Путинские пропагандисты готовят свою страну к большим жертвам, большим потерям в войне. По их представлениям могут погибнуть миллионы. Планируешь захватить Киев за три дня, а через 11 месяцев устанавливаешь дополнительные станции ПВО на крышах московских домов. Это какой же дар предвидения нужно иметь, чтобы все это предвосхитить, предсказать, предусмотреть? Операция-то идет по плану. Жесткий ответ путинской России на встречу в Рамштайне. Запретить по всей России выступления группы Рамштайн и точка. Все пропало, все пропало. Ну реально, меня вымораживает это. Я клянусь, у меня каждая клетка моего тела от этого просто приходит в недоумение. Не спрашивайте у мужчины про его доходы, у женщины про ее возраст, а у русского патриота про американский паспорт его детей. Вы сделали ему паспорт из США? Да, 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 конечно. Но это немножко другая вещь абсолютно. Ну перестань, ну конечно, ну Юр, ну перестань. Ты ж ты какой интеллиент. Я считаю, что кто бы ни сделал это, ну просто глупец. 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 Это что за такие новые вводные политологические увертки? Ну потому что это какая-то несуразица. Ну и шо? Это отсутствие морали абсолютно. Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Нарочно не придумаешь. На главной площади Барнаула от мороза треснул экран, показывающий, как замерзает Европа. Нет, ну это трэш. А как это можно прокомментировать? Бабуля, закурить есть? Все. А где бабуля? Я за нее. За Россию! Матушка! Город глупов обращается к Путину. Владимир Владимирович, кто-то же должен сказать вам эту неприятную новость. Бабы новых не нарожают, а старые уже заканчиваются. А воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. На учет возьмусь. А воевать? Шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Основатель крупной российской IT-компании Илья Сачков дал совет российскому руководству, как вернуть в страну уехавших айтишников. Мород хочет разобраться, что к чему. Это гарантировать им полную безопасность и предоставить возможность для самореализации. Эту рекомендацию он озвучил в письме из СИЗО, где сидит с сентября 21-го года по обвинению в госизмене. Так это ж доцент. Здорово! Здорово! А ну канай отсюда! Точно! Канай! Вот такой вот запредельный уровень посторонний. Руководство сибирского отделения Российской академии наук с гордостью сообщило об уникальном изобретении. Ученый Александр Куликов разработал уникальное инновационное нано-кодила. Это злодейство, христиане! Оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Это злодейство, бросьте! Бросьте, закопайте его и забудьте его! Успешные испытания уникального нано-кодила уже прошли в ведомственном храме Новосибирского академгородка. Поэтому все здесь стоящие, примите эту метку. Это черная метка вам. Михаил слышал. Он вас и накажет. Кроме того, у российских ученых в планах создания нано-святой воды, легкобьющихся пасхальных яиц, самоиграющих колоколов с песнями Газманова и Лепса, а также не отражающихся в зеркалах часов для патриарха. А кто такие были славяне? Это варвары. Варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Комментаторы обратили внимание на надпись, которая была на именной кувалде, подаренной Пригожиным, лидеру парламентской партии «Справедливая Россия». В борьбу с украинскими нацистами вагнеровцы, оказывается, ведут под лозунгом «Кровь и честь». Но оказывается, что лозунг-то этот, в немецком варианте «Blood und Ehre», исконно национал-социалистический и активно использовался, например, на пряжках и ножах Гитлер-Югенда. Верю. Вот теперь верю. Но разве это кого-то сегодня в России удивляет? Кстати, получивший подарок Миронов поспешил похвастаться им перед своими избирателями. Он заявил «Очень полезный инструмент. С его помощью мы вместе пробьем редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится». Так расшаркивался Миронов перед главой ЧВК Вагнер Пригожиным. Дарить орудие убийства в верхних эшелонах российской власти стало абсолютной нормой. Почему все святы верят в ахинею и чушь? Как актуально сегодня звучат в России слова из известной песни Высоцкого «Растревожили в логове старое зло». Так подняли вас в новый крестовый поход, И крестов намалевано вдоволь. В стране, где никто вас не ждет, Что ответите будущим вдовам? Так послушай, солдат, не ходи убивать, Будешь кровью богат, будешь локти кусать. За развалины школы, за сиротский приют Вам осиновый кол меж лопаток вобьют. Будет в школах пять лет недобор, Старина, ты отсутствовал долго, Прибавил смертей, А твоя в те года молодая жена Не рожала детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин